Девушки отдыхают Девушки отдыхают Добрый день, зовут меня Часовщик и сегодня самое время для очередного эпизода проекта Пешеход Проекта, в котором я хожу по различным местам, перекресткам, улицам, проспектам нашего любимого города И вспоминаю, какие истории связывают меня с ними, истории или ассоциации И сегодня мы особо далеко во времени перемещаться не будем Переместимся всего лишь на лето 2015 года Место дислокации у нас будет проспект Славы Именно пересечение Бухарестка и проспект Славы Чем же примечательно это место для меня? Да ничем особенно, кроме того, что я совершаю там пробежки в парке Скоро там будет метро и все будет шоколадно Раньше, чем метро, там появилась церковь И каждый раз, пробегая мимо этой церкви, я смотрю на это чудо архитектурной мысли Думаю о чем-то своем, может быть даже каком-то возвышенном, духовном И вот во время одной из утренних пробежек случилось кое-что Территория, на которой происходят строительные работы Ограждены специальным синим забором Забор оснащен переходиком для людей, которые отправились в храм Переходик оснащен крышей И человек без всякой слякоть, без всяких проблем Может добраться до храма, минуя строительную площадку Пробегая мимо этого проходика, небольшого тоннельчика Я заметил ребятишек, которые крутятся вокруг него Ребятишки одеты не очень-то хорошо Довольно-таки грязненько Я бы сказал, показно грязненько Дежон ходит, играется Ну, как и обычные ребятишки Кто знает, может быть они просто так во что-то игрались И поэтому испачкались так Но как оказалось, все это было четко и с планированной операцией Этот вид был не случайный Надо сказать, что ребятишки были, скажем так, походу представителями цыганского народа Поскольку акцент их был тоже такой своеобразный Они бегали, 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 бегали около этого тоннельчика Но когда проходила бабушка или какой-либо прихожанин в церковь Они выстраивались около этого проходика Вытягивали ручки свои Довольно-таки театрально выпрашивали милостыню Безусловно, Станиславский Очень, наверное бы, когда это все увидел, расплакался Но вовсе не от того, что они профессионально это делали Они делали это с небольшой улыбкой Как будто впервые Видимо, их кто-то этому обучил Сонятие по прошайствам, конечно же, запрещено в нашей стране Но, видимо, есть какие-то определенные круги, которым эти законы не писаны Которые своих детей наставляют именно на это Какой-то зеребятишки только-только оттачивали свои знания, свое умение выпрашивать Вряд ли можно назвать это дело умилительным И это было очень жалко Очень жалко, потому что ты думаешь о том А каково будет их будущее? Кем они станут? Как будут учить своих детей? И у меня все время возникал вопрос А подавать ли милостыню таким людям? Подавать ли милостыню вообще? Выбор места был не случайен Почему именно церковь? И почему именно этот проходик? У которого толпились люди? Потому что человек хоть как-то Ассоциирующий себя к христианству И уж тем более, который ходит в церковь Так или иначе должен давать мне деньги Все что угодно У тех, кто это все просит Не знаю, написано ли что-либо в Библии о людях Попрошайках, я не знаю Недавно был на стеной Был на стеной И наблюдал такую картину Где-то посредине площади стоял человек 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 в клонском наряде Абсолютно с экипировкой С характерным рисунком на лице Встал, включил маленький магнитофон И стал зонглировать Поставив шляпу на асфальт И все, кто проходили мимо Платили ему деньги За его работу Потому что он зонглировал У него есть талант В общем, за этот талант, наверное, и стоит платить И люди-попрошайки Они в первую очередь должны развить себе Талант попрошайничества Чтобы я поверил в то Что им нужны деньги Может быть, даже я знаю, что это обман Но все равно я должен в это поверить Поэтому актеры заслуживают Своих денег Субтитры сделал DimaTorzok